Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жабкаев. Итоги дня в сегодняшнем выпуске Вести. Сегодня экспозиция аллеи пограничной славы в Черкесске пополнилась двумя памятными экспонатами. Стеной памяти погибшим сотрудникам всех поколений и памятным камнем в честь векового юбилея пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии. На торжественной церемонии открытия побывала Фатима Даурова. Торжественные аккорды гимна в Российской Федерации и Карачаево-Черкесии ознаменовали начало митинга по случаю открытия стены памяти и памятного камня в честь 100-летия со дня образования пограничного управления ФСБ России по Карачаево-Черкесии. В нем приняли участие члены правительства республики и представители городской администрации, ветераны и личный состав погрануправления. К собравшимся со словами приветствия и поздравления обратились председатель правительства республики Мурат Аргунов и мэр Черкеска Алексей Баскаев. Сегодняшнее открытие стены и камня памяти в честь павших воинов во имя Отечества и народа я считаю важным историческим и патриотическим событием. Пограничники, погибшие во время исполнения воинского долга, всегда останутся для нас примером мужества и верности Отечеству. Абсолютно уверен в том, что школьники и молодежь, которые увидят этот памятник, остановятся, поклонятся подвигу павших, обязательно перенесут через годы память о них. Сегодня на аллее пограничников, которую мы торжественно открыли в прошлом году, появилась стена памяти, на которой мы увидим фотографии имена наших земляков, пограничников, погибших во время исполнения служебных обязанностей, наших мужественных бойцов, отдавших свою жизнь за родину в ходе специальной военной операции. Их подвиг останется в веках и, уверен, станет примером для подрастающего поколения защитников Отечества. Ведомственными наградами, почетными грамотами, юбилейными нагрудными знаками были отмечены действующие сотрудники управления и ветераны пограничной службы. За тех, кто сложил головы при исполнении служебного долга, памятные знаки принимали их родственники, близкие и родные. И вот апогей мероприятия – открытие стены памяти. Следом произошло открытие памятного камня и закладка капсулы времени, адресованной преемникам сегодняшних защитников границ, будущим пограничникам. И через полвека встретятся прошлое и будущее. Чувство гордости за наше пограничное управление, за их обращенность, за их качественное выполнение оперативно-служебных задач, за то, что они есть, благодаря которым мы сегодня живем под чистым мирным небом. Памятная стена, где выразительно прослеживается подвиг пограничников всех поколений. Среди числа фотографий героев для семьи Бирюковых есть особенное – снимок отца Константина Бирюкова. И кажется, что родной взгляд папы выражает гордость за то, что сегодня китель его сына, воспитанника кадетского училища Алексея Бирюкова, украсил юбилейный знак, адресованный ему. Я хочу пойти по папинам стопам и быть тоже военным. Ты гордишься своим папой? Такой он был? Да, я горжусь, потому что папа всегда был рядом, когда может будет поддержать, помочь и так далее. По традиции считается, что погибшие пограничники встали в строй на вечно. И эти фотографии на стене памяти – как символ несломленного духа, отчаянного мужества и великой чести. Это дань благодарности и вечная память погибших на полях сражений. Это наша история. Фатима Даурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево, Черкесия. 65 лет со дня рождения героя России Канамата Баташева. Во Дворце культуры Черкеска вспоминали его жизненный путь, его подвиги. «Мы гордимся каждым участникам специальной военной операции, и все они для нас герои», – говорили выступавшие на памятном вечере. Репортаж Дарьи Тендит. Слова обладают удивительным свойством, особенно те, которые идут от чистого сердца. Почтить память генерал-майора, летчика Аса Канамата Баташева собрались представители власти, общественных организаций, друзья, близкие и сослуживцы. Яркий пример служения Отечеству и огромный пример для нашей современной молодежи. Он простой в общении, простой в быту, но он был настоящим патриотом и сыном своей Родины. И мы сегодня очень большое внимание уделяем тем героическим поступкам наших простых ребят, которые отстаивают интересы нашей страны в зоне специальной военной операции. Наш мужественный соотечественник прошел путь от курсанта высшего авиационного военного училища до генерала-майора российской армии. Выполнив свой воинский долг до конца, Канамат Баташев по праву занял место в едином строю героев нашей страны. Канамат Баташев совершил 35 боевых вылетов, поразив при этом более 160 наземных целей. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач, Канамату Хусеевичу присвоено звание героя посмертно. Светлая память нашего земляка увековечена в памятниках, в названиях улиц и площадей. Он является достойным примером не только для молодого поколения, но и для всей России. И вот жизнь Канамата Хусеевича – это след, это светлый след, как белая полоса, след истребителя, оставленный на голубом небосклоне, которого может следовать каждый молодой человек. Жизнь Канамата Хусеевича – это как вечный гимн, гимн мужества, гимн самоотверженности, гимн преданности своему делу, своему государству. В присутствующем зале был представлен отрывок из документального фильма «Крылья». Эта кинолента была создана сотрудниками киноучреждения «Кубань кино». В эти памятные дни показ проходил в Египте, Сирии и Ордании в Южной Корее фильм, также переведен на английский язык. Когда мы узнали о его гибели, как бы сразу родилась идея снять о нем фильм. Мы подумали, что вот это настоящий герой, это герой, о котором должны все знать. И у нас была основная цель – донести его имя, его подвиг, его такой весь летный путь для каждого жителя России. Фильм идет сейчас, еще раз я уже сказала, во многих городах России, и значит память о Канамате жива и будет жить вечно. Его подвиг служит ярким примером мужества, долга и чести. Он был скромным, порядочным, умел дружить и был настоящим интернационалистом, вспоминает его сослуживец Андрей Калашников. За все время прохождения службы только положительные эмоции. Действительно, я как летчик говорю, что данные у него летные, и это подтверждает слова моего брата, с самого высокого уровня, действительно, это не пустой звук, это настоящий летчик высокой профессиональной подготовкой. Память героя России собравшиеся почтили минуты молчания. От лица родных и близких хотел бы выразить огромную благодарность всем тем, кто проводит эту большую работу по увековечению памяти о его имени, о его героическом подвиге. А также выразить огромную благодарность всем собравшимся здесь, в этом зале, которые пришли почтить память о нем и разделить с нами боль нашей невосполнимой утраты. Память о Канамате Баташеве будет жить вечно в сердцах благодарных жителей его любимой республики и в многовековой истории Великой России. Дарья Тензи, Талий Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Делегация Карачаева, Черкесия приняла участие в российской выставке племенных овец и коз. Овцеводство занимает особое место в отрасли животноводства Карачаева, Черкесии. Сейчас возрождается производство и переработка шерсти, отметил министр сельского хозяйства Анзор Баташев. В рамках мероприятия прошли тематические круглые столы по вопросам производства, баранины, разработке механизмов повышения рентабельности производства шерсти, а также по подготовке кадров агропромышленного комплекса. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем об экзаменационной кампании, помощи бойцам СВО и 150-летии со дня рождения патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия. В Карачаево-Черкесии местами кратковременная дождь и гроза, ночью в отдельных районах сильный и ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 25 метров в секунду. Ветеро-восточные 5-10, порывы будут до 14. Температура ночью 9-14, в горах до плюс 8, днём 19-24, выше нуля и местами до плюс 15. В Черкесии ночью без существенных осадков, днём небольшой дождь, ветеро-восточные 5-10 метров в секунду. Днём будут порывы до 14. Температура ночью 12-14, днём 22-24 градусов тепла. Большинство вопросов казались экзаменационной кампании, возможность пересдать один из предметов ЕГЭ по своему выбору, также кто будет присутствовать в пунктах сдачи экзаменов из наблюдателей, какие последствия ожидают те, кто нарушил правила проведения. Ещё в каждой аудитории для прозрачности проведения экзаменов установлено видеонаблюдение. Говорили о целевом обучении для поступления в колледжи и вузы, какие преимущества оно даёт выпускникам и какие дополнительные меры поддержки имеют дети с ограниченными возможностями здоровья при сдаче экзаменов. Карачаево-Черкесия отправила ещё один автомобиль в зону проведения военной операции. В этот раз УАЗ, прозванный в народе буханкой, приобрели при содействии инициативной группы «Помощь бойцам КЧР». Просьба прислать именно эту модель автомобиля поступила непосредственно от участников СВО, находящихся сейчас на передовой. Мадина Каракетова подробнее. Это не просто автомобиль, который скоро уедет в зону СВО. Его начиняют и гуманитарной помощью. Это продукты питания, предметы гигиены и первой необходимости. Буханку попросили бойцы с передовой, поскольку эта модель представляет собой специальный грузопассажирский автомобиль повышенной проходимости. Уже не первый раз здесь от здания нашей коммунистической партии мы отправляем гуманитарные грузы с разными инициативными группами. Мы, в принципе, работаем со всеми, кто к нам приходит. Помогаем отчасти. Но я должен сказать, что основная помощь идет от жителей Карачаева-Черкесской республики, которые объединяются в группе и помогают, собирая груз, для того, чтобы это было доставлено непосредственно на линию боевого соприкосновения нашим жителям Карачаева-Черкесии, кто сейчас защищает честь нашей Родины в зоне СВО. Представители КПРФ, которые очень активно включились в работу по сбору гуманитарной помощи СВО практически с первых кличей, отмечают очень высокую активность жителей республики, которые организуются в группы и вносят просто неоценимый вклад в дело поддержки российских военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной операции. И одна из таких групп, которая сегодня и отправляет автомобиль, помощь бойцам КЧЕР. Ребятам, которые находятся на данный момент на СВО, мы обычно работаем по передовым позициям, помогаем тем детям, которые находятся на передовых линиях. Вот у нас группа работает более года, уже около двух лет, но мы до этого занимались отправкой гуманитарной помощи и техники. Вот эта наша отправка, она первая, отправляется машина, вот это благодаря нашей группе и по просьбе ребят, которые находятся на штурмовых позициях. Гуманитарные грузы, причем весьма внушительные, группа помощь бойцам КЧЕР отправляла нашим бойцам уже не раз. А вот просьба приобрести автомобиль, а именно универсальную и практичную буханку, впервые. Деньги на нее собрали в рекордные сроки. Спасибо огромное людям, которые в нашей группе, которые мне проходят мимо и помогают каждый раз, кто финансово, кто материально, а кто морально. Вот у нас парень сегодня, первый раз мы его видим в нашей группе, он предложил свою помощь по отправке. Он сейчас будет отправлять, за руль сядет и поедет на этой машине. Когда услышали, они отозвались, вот мы на них надеемся, что они вот сейчас довезут эту машину до ребят, которые там их примут от этого автомобиля. Вы услышали с группы, да, информацию? Да, я просто вычитал, что нужен водителя отвезти. Я откликнулся. И все. Хорошие вам дороги, ребят. В дальнейшем мы непосредственно будем работать со всеми неравнодушными гражданами нашей республики, которые приходят, объединяются от сообщества и создают все для того, чтобы нашим бойцам там на передовой жилось легче, чтобы они помнили, что здесь о них помнят, заботятся и ждут сюда, обратно с победой. Мадина Каракетова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Я Абхаз, сын гор родных. Под таким названием в Кычагу имени Умара Алиева прошла научная практическая конференция, посвященная 150-летию со дня рождения патриарха абхазской литературы Дмитрия Гулия. Организаторами научного форума выступили Университет Международного объединения Алашара и Абхазский государственный университет. Его творчество сыграло основополагающую роль в становлении и развитии абхазской национальной поэзии и культуры. Дмитрий Гулия был не только писателем и поэтом, но и активным общественным деятелем, внесшим значительный вклад в развитие образования и науки в Абхазии. Открывая конференцию, всех участников поприветствовал исполняющий обязанности ректора Кычагу Таусултан Уздена. Он подчеркнул, что творчество Дмитрия Гулия является неотъемлемой частью духовного наследия народов Кавказа. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Мелодия для двоих». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин